Если бы Янукович организовал, скажем, Юго-Восток и остался бы на территории Украины, то у нас были очень хорошие позиции. Мы, не принимая все меры необходимые и данные нам Конституции и законодательством, мы, по существу, нарушали законы. Американцы и европейцы не отступили и до сих пор не изменили свои позиции по нанесению максимального ущерба России. Вот они вырвали Украину, да, сделали ее антироссией. Это громадный удар по безопасности России. Это надо говорить откровенно, громадный удар. Вот то же самое они планировали бы сделать по Белоруссии. Вы спрашиваете, что ждет Зеленского. Я думаю, незавидная судьба, как только он освободит снимаемое кресло. Киевский режим пойдет на переговоры только по команде американцев. И вопрос надо задавать, что должно случиться в Америке, чтобы американцы дали такую команду. Николай Янович, здравствуйте. Добрый день. В результате государственного переворота в Украине от власти отстранили президента Януковича. И наш президент, в частности, по этому поводу высказывался, что президент должен быть с народом. А как вы считаете, если бы президент Янукович все-таки остался в стране, как бы могла развиваться ситуация с вот этим вот Майданом? Что-то бы поменялось? Я думаю, что власть в Киеве они все равно бы захватили. Но если бы Янукович организовал, скажем, Юго-Восток и остался бы на территории Украины, то у нас были очень хорошие позиции. Я имею в виду те политические силы, которые до этого были, участвовали в управлении страной. Вот у них хорошие были шансы на то, что в течение переговоров был бы достигнут реальный компромисс. Который, может быть, повторил бы то соглашение от 21 февраля, которое было подписано. А может быть, мы могли бы добиться серьезного успеха с точки зрения наказания тех сил, которые способствовали госперевороту. Потому что все-таки Юго-Восток – это основной промышленный центр, это, в общем-то, основная численность населения Украины сконцентрирована, в основном, на Юго-Востоке. И у нас были хорошие бы шансы. Я, кстати, в 2004 году тоже думал об этом. Когда у нас такой же, собственно говоря, переворот осуществлялся в Киеве, я думаю, почему бы нам не уехать в Днепропетровск или в Донецк. И вот не совершить те же самые действия, о которых я сейчас говорю. Но мы с вами рассуждаем уже, история ведь не знает сослагательного наклонения. Если бы, да кабы, а вот получилось вот так, как получилось. Я, кстати, с Александром Григорьевичем Букашенко виделся в декабре 2013 года. Он приезжал в Москву на саммит Евразес. И Янукович не смог поехать, я участвовал вместо Януковича в этом саммите. И вот мы там с ним, значит, нашли время, сели. И он говорит, ну ты передай Януковичу, пусть, значит, там дурака не валяет. Действует серьезно, потому что ну что он там развел эту бодягу с этими разговорами, переговорами. Ясно ж, куда дело идет. Я, естественно, передал Януковичу все это. И поддержал эту точку зрения, что надо так и действовать. Ну, вы знаете, вот сейчас уже рассуждая о том, что вот можно было бы это сделать, можно было бы то сделать. Главное, что надо было делать, да, это защищать ту власть, которую народ доверил тебе. Вот что главное. Он тебе на выборах доверил? Доверил. Законно? Законно. Легитимно? Легитимно. А кто стоят на Майдане? Кто это такие? Кто эти яценюки, тягнебоки и все прочие? Это преступники. Вот так надо было действовать. Вот это основной вывод, который надо из этого сделать. И очень хорошо, что в Беларуси не допустили повторения такого вот сценария, который у нас произошел в Украине. Смотрите, Украина еще все-таки против Беларуси, скажем, более мощная страна с точки зрения экономики. Там, значит, скажем, наличие ресурсов из Беларуси произошло бы наихудшее. Вот если бы вот такое событие, так события развивались, то трудно даже себе представить, что было бы с народом Беларуси. Поэтому очень правильно, что вот такая позиция была занята руководством Беларуси. Да, действительно, история, она сослагательного наклонения не терпит. Но вы сказали, что власть они все равно бы взяли. Ну, я так понимаю, те, кто устроил госпереворот. А почему вы так полагаете, что они ее в любом случае взяли бы? Вот почему. Потому что я об этом мало говорил, но уже 10 лет прошло и уже можно говорить. Дело в том, что когда мы пришли к власти после пятилетнего господства Ющенко, это был абсолютно прозападный марионеточный режим. И ведь они начали, мы видели, что они делали, они начали с чистки службы безопасности Украины. Они начали с чистки органов внутренних дел. Ну, смотрите, на службу безопасности они поставили негодяя из негодяев Турчинова. Это проамериканский марионетка. На Министерство внутренних дел они поставили у Куценко. Это вообще никакого отношения к Министерству внутренних дел не имеет. И ни профессионал, и ни юрист. Для чего это было сделано? Кстати, Турчинов тоже сам, по-моему, экономист какой-то по образованию. Было сделано для одного. Чтобы отдать вот эти две важных структуры под полное управление американцев. И они даже в СБУ выделили целый этаж для того, чтобы там провести чистку органов службы безопасности. Они брали какого-то лейтенанта там из какого-то районного отделения на Западную Украину. И назначали, давали звание полковника. Назначали на юго-восточную Украину начальника службы безопасности области, например. И вот эти пять лет они этим занимались. Когда мы пришли к власти в результате выборов, естественно, законных. Вот чем надо было заниматься нам. Но, к сожалению, Виктор Федорович пошел на поводу. Поставил абсолютно человека, не сведущего в этих делах. Например, Хорошковского на службу безопасности. И не очень удачные кандидатуры были на Министерстве внутренних дел. В результате вот той жесткой чистки, которую сделали проамериканские элементы в пятом году, мы не сделали. И поэтому, когда вот в результате всех этих долгих переговоров власти, а тем более отставки правительства, которое произошло 28 января, власть была расшатана, расшаталась. Уже даже люди, проверенные нам, стали сомневаться в нас. А что уж говорить про тех, кто остался от режима Ющенко. И поэтому в Верховной Раде произошло переформатирование коалиции. Уже у нас не было большинства. Что это означало? Значит, мы бы уже свое правительство не сформировали. Он же отправил Янукович в отставку нашу правительство. Надо было форматировать новый правительство, чтобы за него стал голосовать в Верховной Раде. В службе безопасности уже явные были предатели. В Министерстве внутренних дел то же самое. Колебалось в Министерстве обороны, где был, в общем-то, тоже не специалист Лебедев. То есть все силовые структуры, значит, зашатались и заняли неопределенную позицию. Поэтому, конечно, они в данном случае, вот в условиях такой неуверенности и наглости, и нерешительности, уже которая стала проявляться там после 18 февраля, они ясно, что захватили бы здание администрации президента, все структуры правительственные. И тут я уже шансов не видел после 18 февраля, я уже шансов не видел. А почему, как вы считаете, на Западе вот так вот сразу взяли и признали власть людей, которые ее получили в результате абсолютно незаконного переворота? Ведь наши выборы, например, они признавать там у себя почему-то не торопились. Ну, смотрите, ведь, собственно, если они переворот устраивали, если они намечали, вот есть же, стал доступен для публики разговор Нун и Паэта, который они вели в декабре месяце, еще до переворота два месяца. А они уже обсуждали, кто будет премьером, кто будет вице-премьером. Они же наметили всех фигур, и поэтому для чего им надо было, почему они должны были не признавать свой успех? Абсолютно очевидно. И в вашем случае, если бы вот этот переворот удался, и удалось, так сказать, Лукашенко или ликвидировать, что было вполне вероятно, или там как-то убрать его, то была бы Тихановская, они ее признали. Кто такая Тихановская? 20% на выборах, там, я не знаю, 20 или меньше даже. А они бы ее признали, будьте уверены. Ну, признали бы все это непонятно какое правительство. И они точно так же вели по отношению к Беларуси, как по отношению к Украине. Слушайте, уже вот эти сказки про, значит, что общечерские ценности, что болтал вот это в свое время Горбачев, про какую-то демократию, что они там защищают. Какую они демократию защищали в Ираке? Вот расскажите. В Ливии какую они демократию? В Ливославии, в Сирии, в Украине. Ну, где и когда они какую-то там демократию защищали? Они защищали свои интересы. Вот это надо четко понимать и, исходя из этого, действовать. Если народ тебе доверил в власть, то ты должен эту власть защищать. Я скажу даже больше того. Скажем, мы, не принимая все меры необходимые, и данные нам Конституции и законодательства, мы по существу нарушали закон. Вот вы ранее в беседе уже упомянули такую структуру, как СБУ. И не так давно президент Беларуси и наши спецслужбы рассказали о диверсантах, которые пытались пронести на территорию Беларуси взрывчатку, и которые как раз работали на это самое СБУ. Там были как украинцы, так и белорус. Как вы считаете, что им нужно в Беларуси? Какую цель СБУ преследует здесь? Если это, ну, вообще-то, службы безопасности Украины, а взрывчатку они поставляют на территорию Беларуси. Значит, давайте говорить определенно. Армия, так называемая Украина, не Украина, а Киевского режима. Это войска наемные, которых американцы наняли. Они оплачивают им заработную плату, они их вооружают, они снабжают даже формой, теплым бельем, обувью. Все абсолютно, это наемники, стопроцентные наемники. Что такое служба безопасности Украины, Киевского режима? Это тоже наемники. Не случайно же они сами признают, что вот мы, так сказать, воюем на Украине чужими руками, украинцы погибают, мы, так сказать, не несем жертвы, мы, так сказать, только финансируем. И мы тем самым разрушаем Россию. Так вот, то же самое их наемники действуют по отношению к Беларуси, потому что вырвать Белоруссию из союзного государства России и Украины – это значительное ослабление России. Вот они вырвали Украину, да, сделали ее антироссией. Это громадный удар по безопасности России. Это надо говорить откровенно, громадный удар. Вот то же самое они планировали бы сделать по Белоруссии. Вот, сделать Белоруссию антироссией – это их заветная мечта. Тогда вокруг Прибалтика, ну, это хоть, так сказать, копеечные страны, но тем не менее. И Россия попадает абсолютно в окружение, полное окружение враждебными себе государствами. Знаете еще, на что это похоже, как мне кажется, на своеобразные жесты отчаяния, назовем их так, со стороны Киева? Учитывая то, как ситуация складывается на фронте, а складывается она там не в пользу ВСУ, это действительно может быть какой-то попыткой, я не знаю, каким-то жестом отчаяния. Вам так не кажется? Вы знаете, давайте мы не будем, значит, принижать врага. Враг очень сильный. И недооценивать его. Да, есть определенные успехи на фронте, но пока не носят тактический характер. И, значит, американцы и европейцы не отступили и до сих пор не изменили свои позиции по нанесению максимального ущерба России. Да, Конгресс пока сам задержал, но в конечном итоге он все равно утвердит какую-то программу. И все равно украинцы, не украинцы, точнее, а киевский режим, получат финансирование, необходимое ему для продолжения этой операции. И до того, чтобы добиться победы над этим марионеточным, проамериканским режимом, еще очень далеко, если смотреть реальности в глаза, и видеть ее такой, какая она есть. Поэтому я бы не рисовал бы эти края, так сказать, характеристики, не давал бы так вот, что агония там какая-то, не агония. Пока еще раз подчеркиваю, 54 страны мира, самые богатые страны, подчеркиваю, они объединились и, так сказать, выделяют огромные ресурсы на проведение вот этой вот, значит, своей операции по нанесению ущерба России. И деньгами, и не надо не оценивать военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Европейского Союза, и не только Европейского Союза. Смотрите, ведь поставляют вооружение и Австралия там какая-то, и даже Эквадоры, тот, значит, принял решение какие-то вертолеты передавать. То есть, все системы, там, Байден может спотыкаться, Байден может забывать чего-то, падать где-то. Это все никакого значения не имеет. И бюрократический аппарат Соединенных Штатов, я с ним имел дело, ну, не один год. Я знаю, что эти ребята умеют работать, работают, и поэтому это очень опасный и очень серьезный враг. Вот, и поэтому надо напрягать все силы сейчас для того, чтобы добиться тех результатов, которые поставлены. А вот эти возможные перестановки в руководстве США, которые, ну, опять же, только гипотетически пока будут после выборов, они тоже никак не повлияют на поддержку, оказываемую Украине, как вы считаете? Я не думаю, знаете, потому что в Америке много лет уже функционирует двухпартийная система, которая сути своей агрессивной внешней политики не меняет. Меняются Рейганы, Буши, Клинтоны, там, и тогда Обамы, и Трампы, и так далее, и так далее. А что, где-то это существенно изменило? Они что, вот Трамп был четыре года в власти, он что, хоть одну ликвидировал базу какую-то? Даже войска из Афганистана он обещал, что выведу, а уводил Байдена. Это, к примеру, говорит. Не надо рассчитывать. Одно дело, что он сейчас говорит, совсем другое дело, что он будет делать. И не случайно, между прочим, президент Путин, недавно давая характеристику, сказал, что ему больше, так сказать, по душе предсказуемость власти, да, хоть знаешь, что он будет делать, чем непредсказуемость. Поэтому не надо строить никаких иллюзий. Да, какая-то будет корректировка оппозиции, но в целом, вот за эти годы я все-таки пришел к убеждению, существуют какие-то глубинные силы в западном мире. Может быть, тот же самый бедыбельский клуб или там еще какие-то клубы, да. Но все-таки правят западным миром не президенты, не премьер-министры, а правят крупные олигархи, крупный капитал, в руках которого средоточены средства массовой информации. Вот давайте скажем прямо, да. Они ставят этих Байденов, ставят Трампов, ставят всех остальных. Не наоборот их происходит. Они дают ресурсы на проведение избирательной кампании, потом они диктуют политику. Кто-то называет их глобалистами, кто-то националистами. Тут давайте скажем одно. У них есть интерес обеспечить военную и политическую поддержку своей экспансии на рынках. Эта экспансия, она обеспечивается. Вот даже Китай. Смотрите, на что мощная страна сейчас. Она очень осторожно ведет себя в отношении американцев. Несмотря на то, что американцы наглеют, там ведут себя более чем нагло. Потому что китайские руководители знают возможности и силы. Так что не будем тешить себя какими-то иллюзиями, что кто-то там придет, что-то поменяется. Этот мир признает только силу. Он признавал силу Советского Союза и поэтому шел на уступки. Поэтому он шел на разделение. То есть мир был поделен. И он действовал в рамках определенных красных линий, не переступал их. Когда он один раз попробовал переступить, разместив ракеты в Турции, он получил Карибский кризис. Все. И отступил. То есть он признавал то, что Советский Союз мог сделать и сделал бы. У него никаких сомнений не возникало. Если бы какая-то провокация была, он получил бы отпор по полной программе. Поэтому он признает только силу, только мощь. И вот по этому пути надо и действовать. А как вы считаете, можем ли мы говорить, что подобие того мира, о котором вы только что говорили, возвращается? О том, что он перестает быть однополярным? Или до этого тоже еще далеко? В какой-то степени подвижки происходят. И они бы происходили быстрее, если бы, например, Китай, Россия, такие мощные страны, как Индия, если бы они объединились и координировали свою политику, тут, безусловно, американцам пришлось бы считаться с таким мощным образованием. Но между Китаем и Индием есть противоречия очень существенная, как мы знаем. Китай занимает ту линию, которую он проводит тысячелетиями. Это смотрят, как два тигра сражаются между собой и ждет, пока кто-то из этих тигров проплывет по течению реки и сидит на берегу. Вот, по сути дела, это, может быть, в какой-то степени мудрая политика. Она создает какие-то гарантии своей собственной безопасности. Но я так думаю, что это иллюзия этих гарантий. Потому что Китай в одиночку с американцами и с западным миром не справится. Ему нужны союзники. И формирование вот такого серьезного блока, предпосылки к этому есть. Но пока только предпосылки. А такие организации, как БРИКС или ШОС, они не являются хотя бы прообразом того самого блока, где будут объединены крупнейшие мировые игроки. Ну, давайте сравним. Вот, подположим, страны НАТО, да, или западные страны. Вот как они действуют? Они действуют как единое целое. Вот одна страна выбивается из ряда, там, Венгрия, да, и на нее накидываются стаи волков, да, которые заставляют и загоняют ее в стаи. Мощность этих стран, и Словакия, и Венгрия, с громадным моим уважением, она несопоставима, значит, скажем, с теми силами, которые... И нельзя сказать, что они пророссийские. Я знаю лично, и приходилось мне встречаться и с ФИЦ, и с Орбаном. Это принципиальные политики, но это национальные политики. Они некакие, они не пророссийские. Они исходят из интересов Венгрии, исходят из интересов Словакии, ее народа. И, слава богу, уже такие политики появились, потому что остальные, да, в Европе, я тоже встречался с многими. Это абсолютные марионетки в руках у Запада. Вот этим, как говорится, глубинным правительством назначены американцы курировать, и все, они все подчиняются. Вот смотрите, какой парадокс. Какая вот Великобритания? Быва же когда-то великая мощная страна. Владычица Мария называли, и так далее, и так далее. Что такое сейчас Великобритания? Она никакая не Великобритания, а она, так сказать, даже субъектность свою потеряла. Что такое Франция? Это же великая страна, членов этой безопасности постоянно. Ну что она, Франция? Что-нибудь она решает? Ничего не решает. Поэтому вот, а вы спросили про ШОС и про БРИКС, пока это площадки переговорные. Вот какой-то банк, например, значит, межгосударственного сотрудничества, БРИКС, да, он создается уже лет пять, наверное. Пока о нем не очень-то слышно, никаких там мощных проектов нет. Вот схема расчетов, например. Вот вместо Сфифта сделать свою систему расчетов. И не зависеть от американцев. Тоже нет. Вот. Сейчас вот Байден и сдал указ, так сказать, о вторичных санкциях. И страны очень многие, так сказать, зашатались. То есть показывают реально, какие они субъектные. Какой у них суверенитет. Ну что им до указа Байдена, да? А вместе с тем, так что пока все-таки и Шоссе, и БРИКС, да, и другие объединения пока еще только являются прообразами. Нет у них железного единства. Вот. Нет никакой координации. Существуют внутренние противоречия. И американцы делают все для того, чтобы никогда это дело не состоялось. Но все-таки я думаю, что в перспективе, в какой-то определенной перспективе, да, признаки развожения или распада вот обнополярного мира уже сейчас существуют. Вот. Они пока еще не такие вот мощные, не такие сильные. Вот. Но думаю, что все-таки будущее за ними. Потому что американцы слабеют, европейцы тоже слабеют. Это происходит не так быстро, как хотелось бы. Вот. Но происходит. Так что будем надеяться, что мы дождемся с вами. Вернусь к вашей мысли, Николай Янович, о том, что не стоит недооценивать врага. Ну, невозможно с этим не согласиться. Но, глядя на перестановки, в том числе в командовании ВСУ, вот, например, сняли Залужного. Его же сняли не потому, что ВСУ добиваются каких-то успехов на фронте. На его место назначили Сырского. Что самого Зеленского ждет? Как вы считаете? Ну, Зеленский, как мне представляется, 21 мая теряет свою легитимность. Верховная Рада, парламент Украины, да, вернее, киевского режима, тоже потерял свою легитимность. Он должен был осенью переизбираться. Конституция Украины не предусмотрена отмена выборов в случае введения военного положения. Все это конституционное положение. Не предусмотрена отмена выборов. Поэтому, реально, они становятся самозванцами. Вы спрашиваете, что ждет Зеленского. Я думаю, незавидная судьба, как только он освободит занимаемое кресло, и ему придется либо уезжать, ну, сто процентов придется уезжать из страны. Потому что те преступления, которые он совершил, те нарушения законодательства, любой власти будет преследоваться. Любой, подчеркиваю. Теперь, что касается перестановок в военной сфере. Ну, я бы не придавал большого значения им. Потому что все-таки планирование стратегической операции, даже тактическое планирование, осуществляются американские специалисты. Да, они даже этого не скрывают. А представители киевского режима, там тот же сырский или тот же зауженный, лишь реализовывают. Да, к ним прислушивается, наверное. Да, наверное, он участвует в разработке этих планов. Но только участвует. И не более того. Поэтому какая разница, кто там заменил этого зауженного, сырский или какой-то другой человек. Это никакого абсолютно значения не имеет. Поясню свою мысль. Кто может планировать военную операцию? Только тот, кто располагает всеми абсолютно представлениями, данными разведки, ресурсами, вооружением, снабжением, логистикой. Ну, что тот зауженный может планировать, если он не знает? Появится вот там, например, 200 тысяч снарядов или не появится? Появится 100 гаубиц или не появится? Появится там 200 танков или не появится? Ну, что он может планировать? Поэтому планирует тот, кто точно знает, где, на каком участке, что появится, в какие сроки и так далее, и так далее. Где, какие резервы? Конечно, они работают вместе с органами управления, с Генштабом, с оперативными командованиями. Но только вместе. Я еще раз подчеркиваю, это армия наемников. Вот она не только снабжается, но она и управляется хозяевами. Вот вы сказали про конституцию Украины. Да, там есть конституция, действительно, законы есть. Но эти законы сейчас активно переписываются. Вот не так давно было предложение о том, что неплохо бы и осужденных тоже призывать в ряды военнослужащих. Это же тоже в какой-то степени противоречит украинским законам, разве нет? Да, конституцию растоптали. Вообще, еще при Порошенко что-то там, какая-то видимость создавалась. А с приходом Зеленского и его шайки, они же все люди далекие от государственного правления. Они не понимают ни значения конституции, ни значения государственных органов. Поэтому в конституцию никто не заглядывает. Они что хотят, то и делают. Вот что им говорят, то они и делают. Поэтому надо заключенных мобилизовывать, будут заключенных мобилизовывать. Вот это все как раз составит состав преступления, когда эта шайка окажется без власти. Вот я, знаете, много лет же работал в высших органах управления Украины. Я вот четко знаю, что когда человек приходит на высшие должности, у него создается иллюзия, что я все хочу, что все, что я хочу, я могу делать. Но эта вот иллюзия, так сказать, всевласти, она очень быстро проходит, когда этого человека после того, как он сменяет, уходит со своей должности, начинает приглашать следственные организации, спрашивать, допрашивать и так далее, и так далее. Я не буду называть фамилии, но можно же, так сказать, те, кто следит за Украиной, знают. И президентов, и премьер-министров, и министров. И допрашивали, и так далее, и так далее. Вот пока Зеленский находится в иллюзии такой, что на нем клином сошелся белый свет. На самом деле, когда он потеряет свою власть, он поймет, что все то, что он делал, незаконно. За все это придется отвечать. И я всегда в своей деятельности руководствовался именно так, что надо соблюдать Конституцию, Законы Украины. И не только Законы Украины, но всю правовую основу, которая создается распоряжением правительства. И, так сказать, указом президента, распоряжением президента. Вот та вся правовая база, она базируется на Конституции. И она создает правовую основу. И ей же должна руководствоваться и судебная система. Но этого сейчас в Украине нет. Суды у нас принимают какие угодно решения. Следственные органы и органы дознавания, там, СБУ, выносят подозрения в государственной измене. С потолка взятая. Человек арестовывается. Сидит годами в предварительном заключении. На суд они не выносят даже его, так сказать, это дело, потому что понимают, что он ушит белыми нитками. И даже самый продажный судья не решится вынести приговор. Хотя иногда находятся такие проходимцы и выносят. Так что то, что сейчас делается в Украине, это, я считаю, такое создается прецедент, который будущая власть должна учесть, выполнить или создать следственные комиссии и создать трибунал. Уголовный трибунал по вот такими громадным, системным нарушениям законности Конституции. Чтобы это стало прецедентом. Я очень сожалею, ведь у нас были все возможности после первого переворота 2004 года предъявить обвинение и Ющенко в незаконности третьего тура, и тем судьям, которые принимали решение о третьем туре, и работникам правоохранительного уровня. Если бы мы это сделали, посадили их за дело, привлекли к ответственности, то не было бы Майдана 2014 года, и не было бы государственного переворота. То есть надо было сделать прививку после вот таких незаконных действий. Мы ее не сделали. Вы хотите сказать, если я правильно понял, что они просто почувствовали свою безнаказанность? Конечно, конечно. Они в 2014 году вели себя нагло, бесцеремонно. Ну, тут надо еще учитывать характер Януковича, который стремился избежать противопролития. В заключение нашей беседы хотел бы поинтересоваться у вас о судьбе потенциального переговорного процесса. Владимир Путин, например, в интервью Такеру Карлсону однозначно дал понять, что Россия от переговоров не отказывалась и не отказывается. А что должно произойти, чтобы и Украина решилась пойти на переговоры? Как вы считаете? Киевский режим пойдет на переговоры только по команде американцев. И вопрос надо задавать, что должно случиться в Америке, чтобы американцы дали такую команду. Я пока не вижу ничего такого, чтобы натолкнула американцев давать такую команду. Деньги у них есть, вооружение у них есть. Конфликт выгодный им продолжается. Для чего им его прекращать сейчас? Вот когда они начнут нести реальные серьезные потери, вот тогда у них такой вопрос встанет. А договариваться с Зеленским абсолютно нечем. Неужели вот все эти годы минских соглашений, нормандских форматов, соглашения 21 февраля 2014 года подписаны Германии, Франции, Польши, неужели ничему не научили? О чем можно договариваться с Зеленским? Я себе лично не представляю. Договариваться можно только об одном – о капитуляции этого режима, устранении нацистского режима на Украине, проведении свободных выборов и прихода к власти реальных представителей народа Украины. Вот и все. Больше договариваться нечем. Спасибо вам большое, Николай Янович, за эту беседу и за ваши интересные и развернутые ответы. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok